Здравствуйте, уважаемые друзья! Блогер из Перми, бывший сотрудник ФСБ, следственный работник Бессонов Алексей Борисович. Ну вот прошло сообщение сегодня, опять взрывы в Удмуртии, опять все взрывается, летит, падает и так далее. Я вам хочу сказать, что повторяется 90-е годы. Что происходило в 90-е годы? Все склады, чем воевали чеченцы и так далее? Воевали нашим оружием, которое раскупали, разворовывали со складов по всей стране и так далее. И перед тем, как приехать к кому-нибудь комиссию послать, там начинались взрывы. Все начало взрываться и так далее. Так происходило на Дальнем Востоке и так далее. Видимо, то же самое сейчас происходит и здесь. Ну тут, скорее всего, не столько бомбы, а здесь только металл. Возможно, металлы там самодельным образом они изымали взрывные вещества. Металл сдавали и, скорее всего, сдетонировало где-то что-то. Ну вот так вот. То есть рухнула вся система управления. Коррупция в армии страшенная. И виноваты, прежде всего, руководство особых отделов, которые сами в 90-е и в эти годы принимали активное участие в разворовании армейского имущества. Все, что было, все незаконно. Судить нужно и руководство МВД, и руководство Министерства обороны, и в том числе руководство особых отделов, которые все это знают. Они пукнуть не могут без того, чтобы офицер своего дела не знал. Все он знал. Знал, что воруют, но не прикрывал. Почему? Потому что развалена вся система безопасности. Они все развалили. И поэтому должны отвечать, тем более всего, Патрушев, Бортников, Ковалев, Степашин. Вся эта ГОП-команда, которая довела систему безопасности до ручки. До ручки. Все разворовывают, все взрывается. И дальше будут взрываться, пока эта публика будет руководством безопасности. Это уже нормальная система безопасности. Должны быть возбуждены дела уголовные, возбуждены и осуждены люди к реальным срокам. Но, видимо, этого не произойдет. Спасибо. Бессонов Алексей Борисович.